Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами дождь, мокрый снег. В отдельных районах будет сильный. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 20, а в горах до 28. Температура ночи минус 1-6, в горах до 11 градусов мороза. Днем плюс 1-6, местами до минус 4 ночи. Утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночи преимущественно без осадков. Днем дождь и мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 20. температура ночи минус 2 минус 4, днем 2-4 выше нуля. И на дорогах гололедица. Наш земляк, заместитель начальника отдела молодежной политики Министерства туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анвер Кипкеев, вошел в состав резерва управленческих кадров Российской Федерации. Он стал единственным из нашего региона, кто вошел в этот резерв. А совсем недавно Энвер прошел обучение в высшей школе государственного управления. О том, чему там учили и какие перспективы открывает вхождение в резерв управленческих кадров России. В эти минуты в нашей студии молодой специалист расскажет моей соведущей Бейли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Энвер. Я благодарю вас за то, что вы в нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, я сразу хочу поздравить вас с тем, что вы вошли в Федеральный кадровый резерв Российской Федерации. Кстати, если я не ошибаюсь, вы единственный из нашего региона, кто вошел в этот резерв. И хотелось бы, Энвер, у вас спросить, что дает вам то, что вы стали, ну, как сказать, кадровиком? Спасибо большое. Да, на самом деле, я был единственным представителем в 2020 году, который попал в Федеральный кадровый резерв. Для того, чтобы туда попасть, мы прошли ряд мероприятий тестовых. Это были 3-4 теста, плюс мотивационная часть, плюс собеседование. Итогом прохождения всего этого обучения и попадания в кадровый резерв является то, что мы претендуем на вакантные места более высшего уровня, на котором мы уже сейчас находимся. То есть на сегодняшний день я являюсь заместителем начальника отдела. И при возможности, при вакантном месте, то есть переводят представителей этого кадрового резерва на другую должность. Ну, я знаю, что вы сейчас обучались, прошли обучение в Москве в высшей государственной школе. Да. Как она правильно называется, скажите мне? И вот чему вас там научили? Обучение проходило, как вы правильно подметили, в высшей школе государственного управления при Российской академии народного хозяйства, при президенте РФ, то есть в РАНХИКСе. Мы прошли 5 модулей, 3 из них были очны, а 2 заочных в связи с санэпидемиологической обстановкой. Какие модули? То есть каждый модуль, он предполагал углубленное изучение, то есть ряда направлений. То есть это управление, это мотивация, это общение с персоналом, то есть разного рода были модули. И по итогам каждого модуля мы опять-таки проходили тесты, то есть насколько мы освоили образовательную программу. Таких участников в данном году, Федерального кадра резерва в 2020 году, было немного, порядка 150 человек со всей Российской Федерации. С нами встречались представители кадровых служб администрации президента, правительства Российской Федерации. У каждого из нас были наставники. Не значит ли это, что вот такой молодой хороший специалист покинет Карачаево-Черкесию и едет, допустим, в столицу? То есть для тех ребят, которые состоят в кадровом резерве, периодически поступают предложения... Я лично вас спрашиваю? Я думаю, нет. Я очень люблю Карачаево-Черкесию. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Новых высот, новых побед и успехов в работе. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Карачаевская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Праздничная мега-акция в «Ветских мехах». Скидки до 50% при покупке шубы «Куртка в подарок». Успей до 8 марта включительно. ТЦ «Панорама», первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Дарите эмоции. 585 «Золотой». Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк «Никулина» представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова